В эфире рейтинг бизнес новостей в сети интернет по версии первого делового. Сенаторы Американского Конгресса большинством голосов проголосовали за законопроект о поддержке Украины и привязке санкциями в отношении России, пишет iPress.ua. Также Сенат Американского Конгресса проголосовал за предоставление Соединенными Штатами Украине гарантий по кредитам на сумму в 1 миллиард долларов. Сенаторы одобрили выделение Украине финансовой помощи в размере 50 миллионов долларов на различные нужды, такие как совершенствование демократического управления, прозрачности, подотчетности, обеспечение верховенства закона, борьбы с коррупцией, а также проведением свободных и справедливых выборов и укрепление демократических институтов и организаций гражданского общества в Украине. Документ также предусматривает введение санкций против российских граждан, которые, по мнению американских сенаторов, связаны с нарушением прав человека в Украине или действиями, подрывающими суверенитет и территориальную целостность Украины. Также в перечне лиц, которые подверглись санкции, есть и украинские коррупционеры. Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, пишут комментарии. За принятие документа на заседании Генассамблеи в четверг в Нью-Йорке проголосовало 100 государств против 11. Воздержалось 58. Подтверждаем свою приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, сказанных в тексте резолюции. Также Генассамблея ООН призвала все государства воздержаться от действий, направленных на нарушение национального единства и территориальной целостности Украины, в том числе любых попыток изменить границы Украины силовым путем или применением других незаконных действий. Правительство в 2014 году может выделить Крыму и Севастополю из федерального бюджета 100-130 миллиардов рублей. Это минимальная необходимая финансовая помощь Крыму, уточнил сотрудник Минфина. В реальности поддержка будет гораздо больше, говорит он, и другой высокопоставленный чиновник Минфина. На полуостров отправится весь антикризисный резерв бюджета, сформированный за счет замораживания пенсионных накоплений граждан. По данным Bloomberg, расходы федерального бюджета на Крым могут составить 260 миллиардов рублей. Это деньги, сэкономленные на замораживании накопительных пенсионных взносов в 2014 году. Они были зарезервированы федеральным бюджетом на возможные экстренные антикризисные меры, но президент Владимир Путин разрешил потратить их на Крым. Президент России Владимир Путин распорядился создать в России национальную платежную систему. Тем самым он окончательно подтвердил намерения руководства страны, резко отреагировавшие на санкции основных международных платежных систем Visa и MasterCard в России. При этом президент состался на опыт азиатских стран, в первую очередь Китая и Японии, системы которых конкурируют с большой двойкой как на внутреннем, так и на региональных рынках. Между тем, создание такой системы, тем более в короткий срок, собведе обещают до лета. Определенно потребуют масштабных капиталовложений. Приостановка Visa и MasterCard, обслуживание карт Банка России и ряда других стала довольно скромной по масштабу акцией, предпринятой в рамках санкций против российского бизнеса. Тем не менее, опасения, что в дальнейшем подобные шаги могут распространиться на куда более широкий круг банковских эмитентов, сохраняются. В таком случае эффект для всей финансовой системы может быть угрожающим, с фактическим параличом миллионных транзакций. Основная идея создания NPC и состоит в том, чтобы защититься от подобного рода шоков. Депутаты проголосовали за закон о предотвращении финансовой катастрофы в Украине. Верховная Рада Украины на вечернем заседании приняла закон о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине. Народные депутаты поддержали соответствующее решение. За было 246 голосов из 321 зарегистрированных в сессионном зале. В свою очередь за закон не дали ни одного голоса коммунисты, а от партии регионов проголосовал только один народный депутат. Согласно принятому документу, в Украине вводится основная ставка налога на прибыль предприятий на уровне 18% и НДС на уровне 20%. Закон также увеличивает два раза ставки платы за пользование недрами подобычи полезных ископаемых и расширяет круг плательщиков за пользование недрами. Правительство также этим законом отменяет возмещение НДС для экспортеров зерновых. Вместе с тем сельхозпроизводители остаются на специальном режиме налогообложения. Редактор субтитров А.Семкин